В Астрахани завершился очередной этап конкурса «Дебютные проекты молодых хореографов», проводимый Министерством культуры Российской Федерации. Десять городов и субъектов отправили своих представителей на этот масштабный всероссийский танцевальный форум. В честь и представлять Волгодонску достоилась хореограф Дворца культуры имени Курчатова Кристина Высланко. И она не подвела. По итогам этапа наш город вошел в пятерку финалистов. Тему продолжит Артем Бегоцкий. Тропы, а точнее одноименный танец, поставленный Кристиной Высланко и привели ее в пятерку лучших молодых хореографов России. Конкурс, призванный открыть новые лица культуры, раскрыл на всероссийском уровне талант служительницы Терпсихоры из Волгодонска. Есть к чему поучиться, есть к чему стремиться, есть что для себя подчеркнуть. Тем более советы опытных людей. Побывали на мастер-классах на профессиональных, где показывали и артисты балета, профессиональная труппа, отрывки из каких-то балетов. Также приезжал скрим, театр танца из Самары. Выход в финал еще раз доказал, что уровень Волгодонской школы танца сопоставим с лучшими образцами хореографии страны. Наши коллективы готовы отстаивать честь города на уровне России и проводимый вот уже 7 лет фестиваль «Южный ветер» из раза в раза это доказывает. Но это, выражаясь терминологией спортсменов, игра на своем поле. Смотр в Астрахани – выход на новый этап, новую ступень развития. У каждого свой почерк. Каждый пишет по-своему. Как это было, Челябинск привез, допустим. У них был… То есть там непонятно, что было. Там вроде была и классика, и модерн. Екатеринбург в чистом модерне работает. То есть практически, ну, именно такие большие города, как Москва, Питер, они стараются работать именно в модерне. То есть для кого-то это интересно, для кого-то это непонятно. Ну, каждый как хочет, так и работает. Но в целом это получается очень красиво и интересно. Кстати, именно Кристина Высланка – один из постановщиков глобального флешмоба, который каждый год устраивает участники фестиваля «Южный ветер». Подготовить за столь короткие сроки, на столько массовый танец, конечно, сложно. Но при грамотном руководстве и небольших хитростях можно. Заранее немножко мы это подготавливали с нашими коллективами, мы вели репетиции. Приезжим коллективом мы отправляли видео. Но отправляли видео именно с общим куском, где они должны работать. А там, где работает массовка, то есть они уже подстраивались. Как бы, ну, танцоры для них это проще всего взять подстроиться. Когда видишь перед собой человека, который работает, ты просто за ним повторяешь и всё. А общий кусок они знали. Также с ними велись репетиции на дискотеках. Цель достигнута, но она не конечна. Уже скоро в Санкт-Петербурге состоится финал проекта. Он пройдёт в апреле 2014 года. И именно на нём будут названы тройка призёров этого престижного конкурса. А значит, надо уже сейчас готовить новые постановки. Чем радугой занимаются, репетируя новый мюзикл, который зритель увидит весной следующего года. Артём Бегоцкий, Иван Иванков, Евгений Иванков. Новости ВТВ. Редактор субтитров А.Сёмкин